в царстве небесном понимаете вот это место толкуется как малейших заповедей какие малейшие это ну дальше что послушайте внимание это одно из самых сложных мест а кто сотворит и научит тот великим наречется в царстве небесном толкование на свет не будет ничего на солнце всегда ищите чтобы спину но видно видно малыми заповедями называет не заповеди закона но те которые он сам намеревался дать малыми же называют их по смирению дабы и тебя научить не высоко мудрствовать в учении малейшим наречется царстве небесном то есть тот кто сам не исполняет заповедей и учит других не имея дел воскресенье окажется последним и будет брошен в гиену не думай что он войдет царство небесное нет царство небесное не войдет тот кто учит других сам презирая и попирая заповеди но под царством разумей здесь воскресенье так рукой задеваю через бумажку вот так людей где у меня этот иди сюда алёша вот это называется служебная бумажка когда считаешь вот так держи бумажку рукой вот так никогда не берите текст затискивается делается желтым от пота вот тебе понятно егор еще расскажи что сказал надо всегда да громче говори такой большой что надо брать книги как называется бумажка служебная служебная вот и может двигать по строчкам чтобы не ошибиться где никогда бумагу не касаться нигде хоть сколько не говорю ничего не сделать все до дна мало еще пальцы мусорить листает подчеркивать начинает то есть порчи ни одной книги за жизнь не прочитал я уж не говорю издал издать книгу не просто да еще ты издашь то а это наше издание книга вот издают как книгу библия как легко искать как сделано все обдумано для пальцев даже здесь надписи люди как трудятся для нас а ты взял его и шлепал и все как он считаешь старой книги воском вся обляпанная то подожженная то еще что-нибудь нам придется за это отвечать ты просто попорти где-то дорогу яму выкопай на дороге посадят тебя а эта дорога царство небесное открыто слова замазаны и ты будешь а что там написано а напишешь если сам напишешь не на не то надо наизусть знать читай дальше наперед сказал сотворит а потом уже научит ибо как мне другого вести по пути по которому сам я не прихаживал другой стороны если я и творю а не учу не буду иметь такой награды но заслужу даже наказание если не учу по зависти или полености конец толкования ну понятно что тут монаши со все попадает только дела а мы за весь мир боремся вот и не учил у них главное это язык враг никому ничего нельзя сказать вот у меня отец брат и отец таким поехал там на пони сидим разговаривать нельзя ну думаю столовой пошли дорогой дорогой нельзя разговаривать зашли столовой нельзя разговаривать то есть это у них считается как арсений великий ни одного слова не сказал это выше чем моисею там который разбойник был который людей привечал ночами там воды им приносил но ниже потому что он привечал разговаривал то есть вот такое развратное учение какое монахи принесли придумать нельзя и что вымерло все как сидоров пишет там где монашество было зарождено ничего не осталось никого не монастыря ничего что египетские пустыни где макарио где другие монастыри нету там мусульманство андрей кураев говорит я проехал по местам где были вселенские соборы свечку не мог затеплить чтобы на меня враждебные взгляды не смотрели а почему в шестьсот тридцать втором году умер мухаммад учение еще никакого фактически то не утвердилась а это шесть столетий позади и за шесть столетий ни одного кирилла мефодия не послали нормально 2 миллиарда мусульман на их совести монашеской коммунизм фашизм масонство на их совести они никому не проповедовали а масоны обращаются коммунисты каются я свидетель а нельзя говорить нельзя то есть они все староверы были лежала тысячу лет лежи дальше и вот она говорится малейшие заповеди какие малейшие то есть юнейшие только что господь сказал девять блажен блажен и нищие духом и кто научит и исполнит что 1 нарушит одну из малых сих а как нарушит то есть не исполнит будет спасен нет а тут написано что считай снова где кто одной из них и сих а кто сотворит и научит тот великим наречется царство небесным и так кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей тот малейшим наречется царстве небесного на малейшем я буду но научить неправильно и нарушит ее и будет малейшим царстве небесном это кто-то будет подвязать кто будет подвиг делать и все баптисты все понимают так я с ним разговариваю соловьев его фамилия он развратник говорит на языках пятидесятник там и именник эти секты разные сатана понародил и что в царстве небесном буду написано 88 псалом наказать накажу но милости не от нему да где же ты нашел то что милости то не от нему от еврейскому народу говорится он и бога избрана тебя тебе так где тут написано то ничего так то нету он не понимает почему обольщение сатанинское я говорю тебя жена хорошие дети такие а ты так такой плут ужасно просто вам всем этом говорить и здесь малейшим наречется окажем царстве небесном это означает выброшен в огонь вечный будет царством небесном называется пришествие христа христос явится и вот это его пришествие называется царствием то что он царь и за ним царство идет и там ты малейшим будешь наречен ты не спасешься ну давай блаженный плащущий а ты сам нарушил других плакать не надо надо смеяться анекдоты слушать райкина слушать надо задворного там этого богокульников они не смехотворцы смехащество присуще этой нации вы смеет всякую святыню и малейшим наречется блаженные изданные правды ради а ты нарушил да нет надо с властями ладить зачем против и ты малейшим все равно в царстве небесном будешь ну понятно что не подходит но написано в царстве небесном а ты считай тимофеев говорит и в явлении его и царстве его явление его и царстве его это пришествие его и ты тогда малейшим наречешься то есть будешь по рукам и ногам связан и в огонь вечный брошен вот что означает эти слова я знаю тут один знак христа там называется как-то по-другому алексей хороший человек видно ну прямо хороший я его говорю это ты толкуешь это неправильно он наверно против меня сразу восстал но ты сейчас так и говорил о духе святом да какой дух тебя туда завелся какой-то дух то дух святой вот как учит как учит блаженный феофилакт и англотоуст вот что значит вы должны своим говорить о том пятидесятники разные заблуждения вот истина где истина православная от апостольских времен так всегда понимали это понятно а вот спроси через пять но ты ничего же не расскажешь а почему на другое направлено научили только зубы чистить сладкая сладкая помада то и жует стоит а если тебе дать ее горькой там с перцем с хреном ты не будешь зубы чистить хотя она была бы полезна а полезно ли не полезно вечером зубы почистил там пищу остатки убрал вот и все и вот утром наш варю и трет ты эмаль стираешь сегодня понятно что это заговор против людей пишут об этом везде создают такие как конфеты конфеты это зубы вышибалки они договорились я выпускаю потом поделимся а потом зубной кабинет пойдут а там деньги берут быка не хватит чтобы зубы вылечить если ставит зубы так чтобы только не вылечить мне рассказывает устина по александр иванович это начальник радиостанции ракосовского прошел на переднем фронте всю войну и вот в германии уже заходили будет у меня зубами плохо я пошел врачу раз посмотрел выдергивать надо но я не стал говорить в германии были когда там врач мне разрешили я пошел тот вверх пломбу сделал 20 лет пломба была 20 лет ну выпала пломба там уже все разрушилось я пошел проще он будет выдернуть надо значит и за выиграть за 20 лет так ничему не научились выдернуть надо не выдернуть надо зубы выдергаешь память выдергивается зубами сегодня это уже доказано а я это знал на чутьем понимал в америке стоматологии повели мне зубы проверить то дергать надо еще дергать я преподаю занятия веду в университетах и я еще я на память еще не буду знать он засмеялся врач еврей да а при чем тут память не знаю и вдруг шведский ученые показать с каждым вырванным зубом особенно верхняя часть выдергивается память и поэтому такие дурные и не понимать главное это блуд съедает а остальное это зубы дергают понятно закрывай на сегодня хватит поконим так подождите в маленькие девочки вот эти посмотри на них вот вчера по все все у них по стерна где ну иди сюда все трое так отойди сторонку вот посмотри я не трое вот вы какой все чистенькое не дрова нигде не прикасайтесь сидите занимайтесь чем-нибудь и все никакой работы ничего не делать вот только заплетать вот туда вы отойдите она заплетет пускай основные дети туда нигде ни к чему не прикасайтесь чтобы запачкать чтобы чистенько завтра утром поехали один день как-то протерпите посреди за ними все уходим